Вот так я никого не предупреждаю, да? Решила выйти в перископ. Всем привет! Хочу вас познакомить сегодня с чудесной кистью, девочки. Привет! Да, трансляцию, честно, пионерского дали, поэтому кто там чего приглашать, кто вдруг хочет кого-то из ногтевиков, надеюсь, то вы это можете сделать. Итак, познакомлю я вас с вот такой потрясающей кистью. Лепесток. Она малюточка, двоечка. Посмотрите, какая малышка. Сейчас я попробую отдалить, чтобы вы поняли и увидели. Привет! Не получается. Не получается. Вот так. Вот, крошечка. По сравнению с четверкой, видите, какой детеныш совсем. Здравствуйте! Да, у меня сегодня настроение такое специфическое, я бы так сказала. Некоторые-то заметили, девчонки, поэтому решила выйти и полепить немножечко, и вас порадовать, и себе настроение поднять. Поэтому вот будем вместе. Смотрите, вот эта четверка, стандартная четверочка, и это ни с какого набора. Весь прикол в том, что это эксклюзив. Эта кисть продает столько у меня. Стоит она для кисти, для лепки, я вам скажу, в обморок упадете. Эх, да, ну вот, классно. 300 рублей она стоит, девчонки. Эта кисть, и она для меня, она волшебная. Нет, лепка будет акрилом. Эта кисть все-таки больше подходит для акрила, потому что у нее такая упругость хорошая. То есть не для, ну, то есть выглаживать. Может быть, в росписи она кому-то будет хороша тоже. Да, ты про цену, да, офигеть, что она такая крошечная. Видите, какой у нее кончик? Ну, все кисти белей, они, конечно, волшебные. Здесь речи нет. Сейчас я вам покажу вот так поближе. Вот, ой, блестючка осталась. Видите, вообще идеальная кисть. Вообще просто. Я сижу, играюсь. Я вам покажу совсем простенький вариант. Ее нет, она отдельная кисточка. Ее нет ни в каком наборе. Продается она только у меня. И это был такой спецзаказ, потому что я очень долго просила кисти для лепки. И вот такая вот малышка образовалась. Поэтому тут магазин. Чего? Чего? Не поняла я, про что вы пишете. Ладно, девчонки. Во флористике, возможно. Да, кстати, я ей работала. Или четверкой, или вот это еще меньше. Привет. Да, можно в Ростов. Девочки, быстренько покажу и начну. Заказывают здесь. У нас azarva-s.ru. Для удобства мы вывели отдельно. То есть можете набрать azarva.shop. Курса пока по этой программе нет. Это то, что я генерировала давно. И сейчас я вам покажу простые совсем элементы. Нет пока у меня в Иркутске. Привет. Мы с Юлечкой... Пару слов скажу. Вы не обижайтесь, что я так еще не начинаю. Потому что я удалю трансляцию. Поэтому хочется и поговорить немножко с вами. Мы с Юлей провели курс плоской кисти. Кто так давно мечтал и хотел, попали на него. Мы обязательно чуть позже его повторим. Офигенные результаты показывают девочки. Прямо у меня нет слов. Хочу вас поблагодарить. Девочки, в Новосибирске пока нет. Пока у меня в планах. Я вам сейчас скажу. Мега крутой, да, была. Пока у меня в планах. Смотрите, по моделированию. Это Нижний Новгород. Цена, как в Воронеже, будет. Сама в минусе буду, я так сказать. Я приеду в Санкт-Петербург на Невские берега. Что еще? В Москве у меня будут курсы для новичков и повышение. То есть это что касается моделирования. Смотрите, что я сделала сейчас. Спасибо, девочки. Я знала, что вам понравится. Набор любой. Есть большой, есть мини. Есть в Максе. Любой. Смотрите, я сейчас взяла такой серо-коричневый какой-то цвет. Он из коллекции Natural Touch от Азаровой. Вдохновленный Азаровой. Люблю эту коллекцию. И это номер А5. Вот он. Греймоз называется. Абстракция. Да-да-да. Супер. И хочу вам показать. Я вот тут вот... Ну, вы видели, я у Юли в гостях была. И, конечно, эта удивительная женщина научила меня создавать потрясающие акрилы. Вот тут пигмент у меня, правда, чуть-чуть остался. Это такие акрилы, которые офигенные, короче, что сказать, которых вы не купите нигде. И я как раз с ними буду работать. Я понамесюкала себе вот эти два ярких ничего, пока я их не открываю. Вот этими пастельками я буду сейчас работать. Я буду вот так вот в стороночку чуть-чуть отведу. У меня будут лепестки очень простые. Очень простые. По моделированию видеокурсы будут чуть позже. Это будет круглый лепесточек маленький и вытянутый для листиков. Вот. Композиция у меня будет. В дополнение я уже два типсика сделала. Вот такая диагональная композиция у меня будет. Поэтому я буду вот здесь все и располагать. Ну, так что-то... Да ничего, все это ничего не пропустила. Кисть малюточка, двоечка вот такая для лепки от Юли Белей. Не скажу. Это секрет, который выпытывала у Юли. И она сдалась. Итак, я буду сейчас лепить каким-нибудь нежно-розовеньким. Прелесть этой конкретно кисточки в том, что она... Да, эта кисть для лепочки подходит. Смотрите, девочки, эта кисточка, вот она не возьмет много мономера. Соответственно, шарик получится всегда такой, какой нужно. Эта планшетка, я их намешала две. Но пока не знаю, кому она достанется. Может быть, мы устроим какой-нибудь даже розыгрыш. Да-да-да, это все создано из пигментов в коллекции, да. Это вот круглый лепесточек. Я его вытянула в серединочку. И теперь аккуратненько начинаю разглаживать. Видите, никаких луж, ничего такого. Кисти, не знаю, трясет. Сейчас я... Ладно, вот этот сделаю и приближу. Он сразу такой получается интересный лепесточек. Я этот дизайн... Вы знаете, мою любовь к прорисовкам, тенежкам. Я на Хармони мешала. У меня вот он стоит. Он Хармони Про Хэшн Вивид Вайт. Я на нем делала. Малипуська вообще, Ань, просто там двоечка. Вот я уже показывала. Рядом с четверкой вообще, вот, Децл. Но она такая прям пупсик. Сейчас приближу. Приветик. Да, это акрил. Вот так вот сейчас приближу, чтобы вам было прям совсем... О, видно, да? Будет хорошо. Чего в Москве? Купить можно у меня на сайте azarva.shop. И я буду такие трехлистнички делать сейчас. То есть я набираю такую маленькую капельку. Видите, ставлю, еле докасываясь. Пластилином, конечно... Ой, я вижу экран лучше, чем вживую. Потому что вживую у меня все мельче. 500 тысяч раз. Приветик. А вот начало. Ну, может, там чуть-чуть повисит и удалю. И теперь выглаживаю. Вот выглаживаю, пока у меня будут такие вот четкие краешки. У этой кисточки очень клевый кончик носик. Не очень вижу, что пишете. Да, 300 рублей она стоит, девчонки. Середки у меня тут не идеальны, ничего страшного. Блин, крушно сейчас. Сейчас, секунду. Вот так. Вот так, чтобы было вам всю картину видно. И я теперь буду разными цветами накидывать вот эти лепестки. Замучил. Ну, ничего страшного, девчонки. Мы-то на связи всегда стараемся. Да, отправляем его в Украину. Стараемся всюду отправлять. Иногда возвращается что-то. Ну, очень редко. Откуда-нибудь там, с Израиля, с Германии. Но, в основном, все доходит без проблем. Ну, а что возвращается? Или мы дробим на несколько посылок, или возвращаем деньги. Ну, это, понимаете, все-таки таможня, непредсказуемость. Вот, прям краешки выглаживаются, совсем такие суперчеткие получаются малышки. И в этой лепочке, вот то, что я делаю, я сейчас это медленно делаю, естественно, просто, чтобы вам показать. Я не очень, я вообще не буду ничего прорисовывать. У меня будет, я надеюсь, когда-нибудь в ближайшее время я все-таки сподвигнусь на то, чтобы написать этот курс. Вернее, он у меня уже есть. И я уже ему придумала это, таможня дает добро, придумала ему название. Да, это будет микролепка, как раз адаптированная под малюсенькие ноготочки, то есть не там глыбы какие-то. Вот, можно здесь, Наташ, делать и наплавки, и тенежечки. Вот, кто у меня уже проходил это все дело, это все можно. Но, сейчас я вот в этом варианте, это такой первый, помните, как кто на курсе у меня был, такой пристрелочный первый вариант. Когда-то мы ничего не делали из этого. И вот здесь я тоже ничего не буду делать. Тут на матовом будет матовая, такая тенька сама ложится. Вот, да-да-да, вот ты все знаешь. Видите, даже ничего не подсушиваю. Беру капельку материальчика в центр, подтягиваю. Кончик настолько микроскопический. Да-да. Леплю акрильчиком. Я знаю, девчонки, у меня много кто хочет на лепку. Я сама уже, у меня ученики мои такие живые, кто у меня учился там и пять лет назад, они все меня замучили. Они знают, что я очень люблю лепить. И я фаната акрила. Вот, и у меня мастер моя поучилась недавно на лепку пластилином. Принесла, ну, где-то там пошла. Потому что у меня девчонки, кто работает, они без проблем вольны ходить куда хотят. То есть я их в этом плане даже поддерживаю. Это нет, это акрильчиком леплю. Акрилом. Ну, вот видите, прелесть в этой кисти, опять же, я вам честно скажу. Ну, и акриле тоже. Но прелесть кисти в том, что... Блин, трясется чуть-чуть. Нет, нет, это не пластилин, девочки. Это акрил. Прелесть в том, что она... Эта кисть не возьмет много мономера, понимаете? Привет, Олечка. Кисточка не возьмет много мономера, поэтому получается, что вот я ее макнула в мономер. Ну, вот здесь еще один лепесточек поставлю. И она взяла столько, сколько надо. Все. То есть она прям вот, не знаю, для микро-ноготков идеальна. Почему я? Почему стыдно, не стыдно? Показывайте все. Я рада, я рада. Я рада, что вам курсы наши с Юлечкой понравились. Юля там взрывала мозг не по-детски. Я сама была в шоке. Хоть я у нее училась с удовольствием. Добрый день. Стразы на флекси-базу, вот видите, стоит все. Уже скоро ногти умрут. Но они уже готовы давно уже сделать. У меня и череп инкрустированный. Короче, вот так вот, не спеша, я сижу с удовольствием с вами общаюсь. Сейчас я к себе поближе возьму. Да, давайте покажу, как шарик набираю. Давайте у меня тут вот мономерчик. Сейчас. Супер, девчонки. Мы выложим потом информацию. Ну вот, работы после курса, да. И вы, пожалуйста, там, ну, отпишите какие-нибудь отзывы. Мы будем рады. Ничего не обводила, девочки. Все просто вот посадила на флекси-базу и все. И билей точно так же делала. Итак, акрил самозаместный. Вот я, смотрите, окунаю, чтобы вам вот здесь вот в краешку было видно. Окунаю прям кисточку, ну вот полностью всю. Потом отжимаю об краешек. Ну, просто отжала. И вот так раз. И она уже, эта капелька сама набралась. И я ничего не делаю, кроме как вот посадить ее без нажима. Вот еле-еле докоснулась. Видите, сразу такой шарик образовался. Вытерла кисточку об салфеточку. Могу кончиком хвостик вытянуть, куда мне надо. Видите, никакой не соплей. Ничего. Какой курс? Вы про плоскую кисть. Сейчас девочки отсмотрят его две недельки. И мы сделаем, наверное, повтор. Потому что мы туда пустили всего лишь 100 человек. И они собрались за один день. Да. И мы будем уже всем остальным желающим его тоже показывать. Привет. Мономер сейчас, по-моему, янг у меня. Хорошие у меня дела. Все хорошо. У меня какое-то такое настроение. Очень как погода хмурая. Вот и у меня также настроение. Поэтому я решила себя порадовать цветочками. Помешать акрилы. Взять кисточку вот эту расчудесную. Она, видите, как круто разглаживает лепесточки. Вот прям малюсенькие, крошечные. У меня даже на удивление в этом дизайне... Да, у нас дождь. У нас не будет даже... Да, эти желтенькие. Сейчас я вот так мономерчик уберу. Кистюлю она у меня для геля. А как промыть кистюлю после? Она у меня для геля. Никак. Потом работаете в геле. И все. Спасибо, Катюш. Я рада. К мономеру Хармони чудесно. Один из моих любимых. Ну, если у вас с акрилом плохо получается, то, наверное, подумайте, что вы... Вернее, не подумайте, а скорее всего у вас... Этот... Господи. Мысль ушла. Недовыглаживайте лепесток. Вот если я его сейчас брошу, недовыглаженный, да, он у меня такой оплывчатый будет. Вот. А мне его нужно, да, выгладить. Не надо давить на кисть. Акрил не любят, когда на него давят. Ну, гель, в принципе, тоже. Ну, конечно, трудновато не вживую поставить руку. Кто на акрил учился, тот знает. Вот, видите, они такие чёткие лепестки получаются, когда их просто выглаживаешь. У нас была жара. После мономера можно в гель. Да, конечно, можно. И более того, гелевые кисточки, если вы хотите, чтобы они у вас чудесные, себя чувствовали, вы можете их всегда промывать в мономере. Мономер кисть никогда не испортит. Да-да-да. Да, как Юля говорит про гель, что он мужик, его надо гладить, да. Вот акрил тоже. Тоже к центру его туда отправила. Опыт. Ну, здесь, видите, вот нужно сидеть. Вот я сейчас тоже медленно это делаю, да. Вот сидела там или на клиенте буду на днях делать. Обязательно этот дизайн сделаю. Вот. Это всё быстрее происходит. А когда ты сидишь, отрабатываешь что-то, это, естественно, занимает какое-то время. Поэтому нужно сидеть и анализировать. А что ты делаешь вообще? Для чего? Как у тебя получается? То есть что-то... Не побыстрее дизайн закончить, а именно постараться отработать. В мономер можно, да, любую кисть. Мономер — это вот как такой бальзам, знаете, для кистей. Как вот есть бальзам для волос, да, то также вот есть бальзам для кистей, и вот так же, ну, именно мономер. Но не китайский какой-нибудь, здравствуйте, а такой нормальный, приличный. Так, ну что, у меня тут ещё того розового не хватает. Да, и позвони Игорю, скажи, что я здесь. У меня все ушли из студии. Ну, конечно, у меня даже ключей нет. У меня так по жизни, у меня нет ключей от студии, я тут такой... Да, я тут бомжик такой пришла к себе в студию. Да, позвони и скажи мне. Пока. А я вот с вами посижу, да, вы же не против. Вот взяла сейчас более мокрый шарик и большой. Видите, у меня получилась вокруг такая лужица. Ну, ещё страшно, будет крупненький лепесточек. Он будет один или два. Да, за такую цену так халява, вы правы. Потому что обычно акриловые кисти для моделирования и для лепки они стоят как Боинг. То есть одна кисть обычно стоит порядка, ну, от полутора... Нормальная кисть, да, от полутора тысяч и выше. У меня смешаны акрилы с пигментами смерцающими, с неоновыми и не только. Но весь смысл не как... Ну, вернее, не с чем мешать, а как мешать, я бы так сказала. Потому что можно просто смешать. Я так тоже раньше делала и вот не понимала, почему у меня не так всё там... гениально, да? Да, пигменты данчиков. Ну, можно и не обязательно найти. Ну, я думаю, что у вас они уже есть. Вот, видите, кончик настолько тоненький и остренький, что он прям гладит-гладит всё. Кисточка пластичная, но достаточно мягкая. Но такая, не знаете, не как белка мягкая. Всё-таки это колонок, да, это натуральный ворс. И она такая прям супер. А с учётом того, что колонок вымирает из колонка, вот, и такая цена для супер хорошей кисточки, это вообще задарма. Так, ну что, мне ещё вот здесь что-то не хватает прям. Ага, вот жёлтый добавлю и буду листики добавлять. Да, я чуть-чуть оставлю, девочки. У меня такая сегодня трансляция из темы и поболтать, и показать. То есть она, я не могу сказать, что обучающая, но кто-то, наверное, вас примет. Хочу сказать своим... Да, кисти с белеей, точно. Своим коллегам, которые просматривают, и вам всем хочу сказать спасибо. Я сегодня залезла, там такая штука, статистика, где можно посмотреть, кто какие трансляции смотрит. Вот. И очень много инструкторов просматривает. Ну, я, в принципе, тоже порой просматриваю. На последнее время что-то... Что-то, может быть, кто-то меня позаблокировал за что-то, я не знаю. Как-то у меня в перископе особо никого нет. Или это у всех так, девчонки? Скажите мне. Как-то раньше, чем мономером. Или... Сейчас вот так поверну, чтобы было поудобнее. Ой, лепка это волшебно. Скажите, у всех тогда сейчас в перископе какой-то тишь да гладь, да? Угу. Я поняла. А привыкаешь, да, что в перископе кто-то есть, кто-то что-то интересненькое показывает. Прям, не знаю, как-то с удовольствием это происходит. А сейчас вот как-то тухленько, скажите. Так, ну что, я сейчас накидала одинаковыми листочками, разными оттенками. Вот такие, типа, цветочки. Ну, цветочки и полуцветочки. И... Угу. В инстаграмм, ну, там качество что-то вообще не очень. Ну, мы тоже показываем за деньги, ну и бесплатно. Ну, за сколько... Как мы показываем за деньги, это вообще... Мне бы земля, да? Кто с нами был. Кисть от ТОПа промыть мы на мере. Промывайте, да. Жду до сих пор. Ответы в инстаграм. Еще раз напишите. Потому что я всем отвечаю. И, видимо, может быть, как-то не висит у меня сообщение. Я сейчас беру зеленый. Вот здесь сейчас посмотрите, девчонки, как я буду делать. Я поставила капельку. Вытерла кисть. Не будет. И теперь делаю в одну сторону хвостик и в другую сторону хвостик. То есть у меня это будет листик. В Прибалтике не знаю. Пока не приглашали. Пока я приезжаю к Юле в гости только по традиции раз в год. Уже второй год подряд. вот мы будем ну стразов у меня почему-то да, белей. Вот стразов почему-то у меня сегодня не хочется. Но от этого этот дизайн будет не менее мимимишный. Да. Сюда поставлю. Вытерла кистью и вытянула хвостики. Стало получаться супер. Мы Наташа вы что бомб бомбовые гель-лаки. Все что вы заказали. Ну видите ирландцы как от нас то к сожалению не зависит. Сейчас же все что идет с Россией такое под сомнением да. хотя мы там ничего плохого не кладем. Балдею. Супер. Так ну и вот я сейчас буду накидывать такие листики это вот самые простенькие девочки в плане дизайна и отработки круглые лепестки и немножечко острые. В лепке же здесь знаете сколько всего тоже интересного. Будем надеяться что дадут есть акрил да но у нас только моделирующие как раз вот и белый в том числе то есть мы цветные не завозим потому что я или вот мешаю сама теперь или до этого тоже мести но у меня акрилов миллиард то есть а для моделирования да и продаем их по той же цене флористику теперь бы на кисть я думаю успеете добрый вечер вот сюда замыкающие всегда у нас должны быть листья если они там помещаются из набора вот эта тоненькая из набора акриловых кистей если ты про набор который юлин вот где три кисти моделирующие и одна такая вытянутая кисточка то нет там четверка ей то же самое все можно делать а это двойка она вообще малютка трясется ты можешь так же работать просто не все могут приобрести себе набор с моделирующими кистями да есть люди которые не моделируют есть люди которые хотят только лепкой заниматься а там получается ну ладно для фоновок кисть большая подойдет но короче просили отдельную кисточку а я просила Юлю а Юля просила рублевцев ну и вот так вот у нас и получилось что это вы не запомните мне кажется у вас память очень даже хорошая это просто малышка тот набор он стоит по-моему три двести или три шестьсот если мне конечно память изменяет я не помню точно и там три кисточки а и такие стоят триста рублей понимаете тот набор бери четверку работай четверка подойдет просто тебе нужно кисточку отжимать побольше чтобы у тебя не было мокрого шарика потому что у тебя кисть побольше она будет естественно брать больше мономера harmony или или янг у меня сейчас у меня там есть еще и реформа короче какой есть таким и лепите девчонки не в мономере дело я естественно не беру китайские дешевые продукты вот для меня это все три серии посмотрела дебозу мой зубик ей выдрали мудрости да меня тоже выдирали он потом болит еще долго так ну ладно листов с меня хватит и нам осталось сделать маленькие помоды ногтей ближе к европе бельгии а по моделированию ногтей ближе к европе ну что-то у нас там собиралось потом отменилось так девчоночки вот конечно сюда можно стразиков доработок миллион всяких но вы же понимаете что сегодня у меня другое настроение поэтому я буду делать просто кругляшки бульонки короче вот вы все знаете да я не буду сегодня это делать смотрите вот здесь вот у меня ну как бы середочки которые я буду тоже этими цветами заполнять вот где у меня мало голубого например вот здесь сюда я поставлю голубенькие где мало желтого желтенькие ну и вот все в таком духе да вот чтобы дополнить все это дело кто помнит что это у нас второстепенные элементы которые доигрывают всю композицию да я такие буду шарики акрилом ставить сначала я ставлю их всегда в середке понятно чтобы определить центр наших цветков так сюда что голубой пойдет вот а потом мне нужно еще по периметру где-то доработать чтобы у меня было вот как композиция такая доделанная вот так сажаю точки это может быть ну все что угодно вы понимаете манка какие-то бульонки ромбики там не знаю ну вы все это знаете а я просто вот чего-то мне сегодня хочется без стразиков ну это же вы понимаете момент настроения вот они даже если остренькие они потом такие вот подплывают немножечко шарик полимеризуется но не трогаем ну да я надеюсь что еюльчик пойдешь лепить клево вот такое получилось дело несложная работа сейчас я закрою мономер и покажу вам уже композицию акрильчик тоже закрою парикмахеру а что можно и парикмахеру спасибо девочки вот вот так вот композицию вот такой вот видите что микро микро всякие вот эти вот лепнинки они получаются очень милые и вот здесь даже без доработки хотя вы же понимаете я могу доработать но что-то мне вот сейчас не хочется хотя я честно говоря захотела смешать вот вельветы белые капли прорисовать а потом что-то думаю ну нет сегодня у меня не то настроение так что мне очень нравятся серые фоны спасибо нет это ничего не будет цеплять потому что это настолько вот гладкое ничего тут такого нету да курс по микролепке со всеми там доработками инкрустациями я допишу обязательно мы с Юлей проведем в онлайне не знаю что она даст у нее куча по акрилам что покажите ноготке ну вот у меня тут Юля делала мне правда тут все акрилом позабилось ну да ладно эти уже посросли мне Юля делала вот видите я на себе тут когда месила тренировалась вот так там выложу в инстаграм маленький ролик надеюсь у меня там все получится оставлю на полчасика пока буду монтировать ролик для инстаграма можете посмотреть и вам советую попробовать отмечайте меня я буду очень вам благодарна за это если вы попробуете если вы это будете делать будет вообще чудесно вот такой у нас был цвет фона да у кого-то серый у нас есть у вас уже есть акуля кожи сюда подойдет хорошо да и софта ну что если у нас нету больше вопросиков и вам все было понятно и все такое ой вот здесь середки нету хочу середку представляете вот я не видела в главном цветочке середки печалька ходи сюда оп так тебе класс пробуйте палетки ой девчонки честно говоря их трудно у меня есть вот одна и вторая вот две палетки абсолютно одинаковые может быть кому-то и продам только я не знаю как ее посчитать точно может быть какой-то розыгрыш да 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 я посмотрю все пропало ага не говори середки нет точно а ну и там забыла ну ладно пусть будет середки сейчас сводкаю сделайте лепку кисточку прям советую девчонки прям советую если вы не сможете лепить хотя вряд ли да ей очень удобно по анкетам еще никому не писала девочки сейчас скажу об этом вы всегда можете этой кистью рисовать всегда можно ей рисовать и лепестки и жестовские и не только и подтенять там что-то ну хорошая кисточка кисть отдельно продается стоит 300 рублей у нас на сайте большего и такого нигде не найдете открою вам секрет это было по спецзаказу поэтому велкам кому вдруг еще что-то надо все там должно быть надеюсь ничего не закончилось а если что закончилось то ждем пока данцы выйдут с отпуска гелями рисовать тоже можно конечно ну где много где как очищаете кисть после пластилина в мономере но я не работаю пластилином я им показываю как работать но нет вы что не должно такое золото пылиться вы гляньте сколько-то тонкости можно сделать да вот что еще по поводу инструкторских курсов девочки кто заявки заполнял на сайте я буду передавать все Юле и я вот сейчас вернулась постараюсь это все сделать у нас курс Вики рулевой будет поэтому к нему тоже готовимся вот еще есть несколько мест на курсы Юли которые просто курсы не инструкторские поэтому кто вдруг хочет тот велкам флористику отлично да приезжайте в Воронеж в гости будет весело и хорошо тут и Аня приедет на инструкторский ну короче нам будет никогда тусоваться вот ничем перекрывать не нужно нет не нужно акриловая лепка прекрасно держится и так мы здесь ничего не перерисовывали даже даже если прорисовали то тоже не нужно можно и прорисовывать все смотрите предыдущие трансляции мои присоединяйтесь ко мне в инстаграме я вот здесь как azarva.studio приходите в гости какие требования к нам на инструкторские курсы вы должны заполнить анкету и я когда девочка спрашивает им говорю сколько это стоит если их устраивает они заполняют анкету на сайте и после того как Юля одобрит и я проверю все мы пригласим то что там будет отбор не всех пригласят количество мест очень сильно ограничено потому что там маленькое количество людей будет маленькое вот Оля присоединилась привет смотрела тебя Олечка в инстаграме сегодня а я уже закончила вот ладно девчули спасибо вам большое за внимание и общение я ценю дорожу вами нет не вы я надеюсь что вы попробуете и отметьте меня все пока пока